Здравствуйте! Сегодня у нас достаточно необычный и очень интересный выпуск. Многие считают, что нет более спокойного занятия, чем садоводство, а ботаника – самое мирное из наук. Отсюда, возможно, и появилась слегка пренебрежительная ботаник. Поверьте, это не так. Если поднять историю открытия и описания видов, введения в культуру новых сортов, то многие приключенческие романы или детективные истории покажутся наивной детской сказкой. Совсем недавно на экраны вышел фильм по одноименному роману «Тюльпановая лихорадка». В фильме есть все – и приключения, и полная трагизма истории любви. Действия происходят в XVI веке в Голландии, когда страна чуть не окунулась в каос из-за необузданной страсти к тюльпанам. Однако в жизни все гораздо было интереснее и драматичнее. Сегодня речь пойдет о тюльпанах, а вернее, о долгом и непростом пути этого цветка в наши сады. Первые письменные упоминания об этом цветке относятся к XI-XII векам. Для того, чтобы понять, как давно это было, скажу, что повесть временных лет была написана только в XII веке. То есть этот цветок начал будоражить наши умы еще тогда, когда наше государство состояло из мелких княжеств. Первыми культивировать тюльпаны начали персы. Из персии тюльпан попал в Турцию. О тюльпане говорили, этот цветок не имеет запаха, как красивый павлин песен. Но зато тюльпан прославился красочными лепестками, так же, как важный павлин необычным оперением. Вообще, для турков этот цветок имел такое же значение, как древовидный пион в Древнем Китае для китайцев. Выращивать его у себя в садах могли лишь столичные вельможи. Был даже закон о запрете продажи и выращивании тюльпана вне столицы. За нарушение этого закона провинившегося выгоняли из страны. Сохранились записи, где описывается пиршество во дворцах султанов. Там есть упоминание о целых коврах из прекрасного цветка, куда вечерами выпускали черепах с зажженными свечами. Говорят, зрелище было феерическое. Пик популярности тюльпанов в Турции пришел с направления Ахмеда III. Это начало 18 века. Тогда этот цветок занял первое место по количеству выращиваемых. Этот период в истории получил название «Время тюльпанов». В Европу тюльпаны попали стараниями небезызвестного посла австрийского императора Ажьеды Бузбека. Помните, мы говорили о нем в нашем цикле о сирене? Так вот, он подарил Европе не только сирень, но и тюльпаны. Знал ли он тогда, что этому цветку уготовано большое будущее? Что тюльпан завоюет всю Европу, а в Голландии приведет к тюльпановой лихорадке? Вся страна начала заниматься тюльпанами. Спрос на них в разы превышал предложения. Естественно, это привело к захлестнувшей цветочный рынок спекуляции. Стало даже казаться, что луковица ценилась выше человеческой жизни. В Амстердаме есть большой дом, который, по легенде, был куплен всего за три луковицы тюльпанов. Или еще один почти анекдотический случай. Когда к купцу пришел корабль с ценным грузом, на родостях он отблагодарил моряка копченой рыбой. Все бы ничего, но для полноты завтрака моряк захватил с собой луковицу, которой, на его взгляд, было не место среди драгоценного товара. Когда обнаружили пропажу, то кинулись искать моряка. Нашли его в одной из таверн, доедающего луковицу стоимостью 3000 гульденов. Этого человека, который ест эту луковицу, не узнает эту стоимость. Так его в тюрьму за это кинули. На конце своей жизни за этот лук, за этот завтрак просидел в тюрьме. На минуточку. На эту сумму он мог купить 10 тонн сыра и 15 тысяч литров пива. Для урегулирования ситуации на тот момент в Голландии пришлось смешаться правительству. Был принят закон, по которому устанавливались твердые цены на луковицы. Любые спекуляции с луковицами строго пресекались. Но любовь голландцам к тюльпанам не иссякла. И сейчас Голландия по праву носит название «Страна тюльпанов». Что же касается появления тюльпанов в России, то дикие виды тюльпанов известны нашим предкам еще в 12 веке. Есть мнение, что именно оттуда они попали в Персию и Турцию. А вот сортовые тюльпаны появились в садах лишь при Петре Первом. Именно он привез их из Голландии. Но за пределы поместья влиятельных вельмож они не вышли. До нас дошли сведения, что их коллекционировал Вяземский, графиня Зубова, промышленник Демидов, граф Разумовский. И только в конце 19 века было организованное массовое производство тюльпанов – сухуми. В советское время в Крыму было экспериментальное хозяйство «Мир», где выращивались эти цветы почти для всего Советского Союза. Площадь под тюльпаны составляла 120 гектар. Это около 50 миллионов луковиц. Примечательным может стать тот факт, что благодаря климату урожайность может быть намного выше, чем в Голландии. Что стало с этим предприятием сейчас, мы, увы, ничего не знаем. Но кто знает, может быть когда-нибудь и мы с вами будем оспаривать у Голландии ее титул – страна тюльпанов. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.